Знаете, я вам очень важный вопрос задам, который меня очень волнует и интересует. Четыре года почти в плену, дважды. Такая история в Мариуполе, в Азовстале. Столько горя, столько смерти, столько издевательств, столько насмотреться. Мы сидели бы уже дома, отдыхали, вы заслужили это, вы герой. Почему вы опять там, опять на фронте? Как говорится, в Петербурге есть права в том, что у меня нет дома. Это во-первых. Во-вторых, у нас в стране идет война, у нас в стране военное положение. Я действующий военнослужащий украинской армии. Ну и, по-моему, как бы не мне дома сидеть. Вы гордитесь собой, скажите? Нет. Вы понимаете, что вы героический парень? Нет. Ну, это не так. А как? А как, скажите? Я ничего героического не сделал, я просто делал свою работу. Вот. И, абсолютно справедливо говорю, я можно было делать лучше. И сейчас вот приходится делать, просто не хватает людей, вот. Есть необходимость, особенно в специалистах, хотя мы, как бы, конечно же, стараемся работать. Еще с 15-го года мы работали только, ну, что связано с моей деятельностью, только по современным протоколам. Вот, допустим, сейчас там много шума было, что, наконец-то, блин, боевым медикам разрешили лить кровь. Да мы эту кровь с 20-го года лили. Вот. Ну и, собственно, мы один из таких подразделов, который это делал еще до того, как это стало, можно сказать, мейнстримом. Вот. И это спасло жизнь ни одному человеку в том же самом Мариуполе. Я не сомневаюсь, что вы часто задаете себе вопрос, самому себе. Когда закончится война? Когда Украина победит? И что такое победа Украины? Видите, три вопроса в одном. Давайте по очереди. Что такое победа Украины? Ну, победа Украины – это когда все наши территории будут освобождены от врага. Так. Вот. Но, опять же, для большинства людей, возможно, это будет праздник, но для меня, скорее всего, это будет день такой, больше скорби. Угу. Вот. Потому что, учитывая, сколько... Ребят погибло, да? Ребят погибло, вообще, сколько, ну, горе вообще принесло это все, никакого праздника для меня здесь не будет. Вот. Просто у нас часто играет на эмоциональных качелях, типа «Зрада перемога», очень любят играть. Ну, я думаю, многие подофигеют потом, в конце, после нашей победы, когда узнают... Ну, узнают информацию, которую сейчас не знают. О предательстве? Не только. О чем? Ну, и там, тут дело даже не в предательстве. В большей части тут не предательство. Тупость? Да. Как я говорю, самый большой враг – это не профессионализм. Самый большой враг – это когда человек стоит не на своем месте. Когда, извини, ну, запикаете, да, потом, когда ты тупая пи***а, вот, просто тупая пи***а, но тебе нравится светиться в телевизоре, ты, короче, собираешь людей на такой семинар по беспилотникам, да, публикуешь публичный адрес, где это будет происходить, и туда прилетает. И потом ты еще какие-то заявления делаешь. Вы поняли о ком я. Да. Скажите, пожалуйста. Почему-то есть люди, которые поумнее, да, вот тоже, я буквально недавно был на семинаре, который проводил фонд «Притулы», вот, там вот по-другому как-то было организовано. Там конечный адрес присылали лично каждому на почту, вот именно по списку, кто точно будет туда идти. И нигде не публиковался, где это будет проходить, в такое время, только лично. То есть приняты были, понятно, что это было уже после этих событий, вот, но, тем не менее, были приняты все меры безопасности. А некоторые люди готовы жертвовать другими просто ради хайпа. То есть победа Украины – это выход на границы 91-го года, так? Ну, это, конечно, идеальный вариант, ну да. А если вследствие каких-то причин, в частности, я всегда смотрю на поведение наших партнеров, и все чаще говорят, что наши партнеры будут усаживать нас за стол переговоров с русскими. А скажите, что для вас приемлемо, если такие переговоры действительно произойдут? На что вы готовы пойти? Где межа компромиссу? В этом случае нет компромиссов. Если мы сядем за стол переговоров, для нас это будет дальнейшим полным поражением. Потому что российский ВПК и так является, ну, как бы там ни было, говорим правду, он является очень мощным. Да, и он работает. Сейчас это идет не война даже двух стран, вот, это война двух миров, с совершенно разным мировоззрением и совершенно разным подходом. Вот, а когда сталкиваются два мира, то выживает из них только один. Про победу понятно. Когда она может настать, на ваш взгляд? То есть, когда может закончиться война? Когда соберутся все хорошие люди и убьют всех плохих людей. Это цитата, конечно. Класс. А как лучше сказать? Класс. Сроков нет, правда? Вот вы понимаете, вы, находясь на фронте, понимаете, и с вашим опытом огромным, когда это может произойти? Я точные сроки не могу сказать. Я знаю, что, да, она будет, но опять же, ну, большинство людей, они даже просто не представляют, ну, сидя где-то здесь, в Киеве, попивая там латте, вот. И возмущенно говорить о том, что украинский контрнаступ идет довольно медленно, они просто не представляют, каким трудом дается взятие каждой этой посадки, вот. Для всех, ну, они просто не представляют себя в этой ситуации, а если их поменять хотя бы на один день, вот, у них бы совершенно, совершенно другие были. Смотрите, полкозов, видите? Да, вот это боец в форте, это Давид, это с моего подразделения, вот это. Парамедик полка Азуга. Да, парамедик. Ну, а то он именно, я его командиром был. Много ребят здесь, вы знаете, да, на этой аллее? Да. Больше половины, наверное, точно знаю. Это ось, вот кросс, это тоже с моего второго батальона. Угу. Какие лица хорошие, да, у ребят? Ну, да. Скажите, что вы думаете о России? Это очень странный вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. Давайте более уточните вопрос, потому что я очень много... Что вы думаете о государстве России, и что вы думаете о стране России? То есть о россиянах? Ну, вполне себе такое, довольно стандартное, тоталитарное государство, ничего удивительного нет. Ну, то есть все по стандарту, по автократии, безумицу власти, приходится нам жить с такими соседями, ничего такого. А россияне что из себя представляют? Вы же много поспелковались с нами. Ну, знаете, я спелковался с определенными кастами, можно сказать, россиян. Я не верю в такую... Короче, я не верю в российских либералов. Это первое. Даже самые либеральные либералы, он все равно остается проимперцем. Да, да. Вот. Это, кстати, проверенный факт. Имперские замашки, амбиции никуда не денешь. Хотя, если взять Россию, как и любую другую постсоветскую державу, за исключением стран Прибалтики, кто это такие? После революции 17-го года вся интеллигенция либо была вырезана, либо сбежала за границу. А остальных либо убили, либо посадили. И получается все эти... Отрисательная селекция. Отрисательная селекция. Это просто наследники зэков и вертухаев? Да, быдло. К сожалению, про нас то же самое можно сказать. В большей части. Мы тоже, но... Мы западнее. Мы все равно не такие. На наших территориях, допустим, совки не так сильно закрепились. Особенно на западе. Запад, центр Украины. Тут влияние не было настолько сильным совкам. Да, да, да. На востоке, да, ну, допустим, было... Что вы о Путине думаете? Я думаю, что люди смертны. Вот. А он уже в довольно солидном возрасте. Ему он уже побеспокоится о своем здоровье. Вы бы ему помогли умереть? Да нет, ему жизнь поможет умереть. А если бы это от вас зависело лично, помогли бы? Понимаете, в чем вещь? Я теперь думаю, там структура выстроена так, что от жизни или смерти Путина не особо что-то будет зависеть. Там сама иерархия власти так построена, что там сама... Это сама система. Там даже уже не столько сам Путин. И ничего, по-моему, не поменяет. Даже если на место Путина станет Навальный условный тот же самый. Спасибо.